Это новости ОТС и мы продолжаем. Проектировщики станции метро «Спортивная» рассказали нашим корреспондентам, какой будет новая остановочная платформа. Уникальность проекта в том, что во время строительства не остановят движение поездов. Тема продолжит Константин Клещин. Метро в Новосибирске единственное за Уралом и как таковое объект революционный. Инженеры бросали природе вызов за вызовом. Один только метромост чего стоит. Такого нигде в мире нет. Похоже, что уникальной будет и станция «Спортивная». Она в наших сибирских условиях, когда там минус 37 расчетная температура. И делаем мы ее на существующей линии метрополитена, на эстакаде. Эстакада холодная, а станция теплая. Вот придумываем различные вещи, то есть дублирующие перегородки с дублирующими дверями, которые отсекают холод. Ну то есть в мире практически сегодня такой станции нет. Восхищение достойно и другое. Сибиряки подготовили проектно-сметную документацию всего за полгода, буквально на голом месте. Когда остановили строительство метрополитена, закрыли и проектные институты в Новосибирске и Красноярске. Коллектив из ветеранов собирали буквально по крупицам. Но испытанные люди не подвели. Теперь ждут реакции на свои идеи от московских экспертов. А главное – начало строительства. В частности, у нас, когда приезжали на закладку, или как, на начало строительства, проектирования аренды, когда приезжали представители московских институтов, достаточно уверенно говорят, да, что станции, финансирование по станции будет реализовано. Не теряют метростроители надежду и на продолжение Дзержинской линии. Недавно появилась информация о возможности получения федеральных денег на эту ветку. Однако, проектно-сметную документацию не приняли в глав госэкспертизе, хотя она была одобрена еще шесть лет назад. Сегодня ведомство изменило формат общения с метростроителями. Вместо ПДФ требуют автокад с электронными подписями ответственных лиц. «Проект сам по себе остается, как есть сегодня. Поражительное заключение экспертизы получено. Оно сегодня есть. Вопрос стоит только о том, что сегодня, если при необходимости, если мы сегодня не решим вопрос с Минстроем Российской Федерации, необходимо будет перевести его обратно из ПДФ в цифру. То есть, практически что сделать? Ну, посадить инженеров-проектировщиков, из картинки все перенести в автокад». По мнению экспертов, на такую работу, по сути, рутину. Уйдет 2-3 месяца. Далее согласование в глав госэкспертизе. Ну и при всем этом вопрос остается прежний. Поиск денег на проект. «Вот сюда и должна прийти Дзержинская ветка новосибирского метрополитена. Здесь будет депо. От последней станции «Золотая Нива» почти 4 километра. Вроде бы недалеко, но дорог билет. 18 миллиардов рублей в нынешних ценах». Константин Клещин, Алексей Баженов. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС.